Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Во славу героев и павших и живых! Город воинской славы отметил День защитника Отечества патриотической акции и ярким салютом. Проводы зимы. Тысячи анапчан приняли участие в народном разгуляе. На главной площади курорта отметили широкую масленицу. Новые победы. Анапчанка стала чемпионкой, а воспитанники анапских спортшкол получили путевки на краевые и российские первенства. Анапчанка Екатерина Митяева стала чемпионкой всемирных военных игр в Сочи. На днях в Олимпийской столице прошли состязания по ски альпинизму в двух дисциплинах – индивидуальная и командная гонка. Для российских спортсменов это выступление стало дебютом на международной арене. Наша землячка, трехкратная чемпионка мира по альпинизму Екатерина Митяева выступала в составе команды ЦСКА. Она стала первой в командной гонке и четвертой в личном зачете. С детства Екатерина занималась в Анапской спортивной школе «Олимп». Сразу после командной гонки мы связались со спортсменкой и вот что она говорит об играх. Сложности были только то, что погодные условия в первый день в индивидуальной гонке из-за видимости было плохо. Видеть и флажки, и дистанцию саму, и то, что холодно было. А так, в принципе, все прошло отлично. Судейская команда работала на высшем уровне. Нам эти соревнования запомнятся на всю жизнь, так как у нас есть золото и есть серебро. Спасибо большое, хоть рассказайте, организаторам. Ну и, конечно же, нашей команде ЦСКА. Спасибо огромное. И тренерам тоже, которые подводили нас к этим стартам. Мы поздравляем землячку с победой и желаем ей новых спортивных достижений. Делегация Анапы под руководством главы города Сергея Сергеева принимает участие в российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Сергей Сергеев подписал шесть соглашений в сфере санаторно-курортного комплекса и туризма, гостиничного бизнеса и строительства рекреационных объектов. В агропромышленном секторе скреплены подписями проекты по реконструкции винзаводов СУКО и строительству производственных площадей для продукции сельхозпереработки. В рамках деловой программы форума Сергей Павлович принял участие в пленарном заседании, который провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. А накануне глава Анапы работал со своими коллегами, руководителями курортных территорий. В Сочи состоялось учредительное собрание Ассоциации Курортных Городов. Выразить признательность живым и почтить память павших в Анапе отметили День защитника Отечества. Вместе с кадровыми офицерами к стеле город воинской славы пришли молодые люди, которые твердо намеренно связать свою жизнь с армией, а обвалы вспомнили славные годы службы. Благодарить воинской славы, Анапа – священная земля! Анапа – город воинской славы, один из тех, где хранят воинские традиции, чтобы передавать их будущим поколениям. Заместитель главы города Сергей Козлов прошел путь от курсанта до заместителя начальника Приморского округа противовоздушной обороны. По долгу службы сменил 11 городов. Служить Родине самое главное, честно, справедливо, заботиться о своих солдатах, заниматься профессиональной подготовкой, ни при каких обстоятельствах, не падать духом, ни при каких обстоятельствах, не сдавать позиции и крепить боевую готовность наших вооруженных сил, чтобы наш народ, население жили спокойно и были уверены в светлом будущем своей личной безопасности. Глава городского совета ветеранов Анатолий Гапонов в Анапе работал заместителем начальника учебного центра по подготовке старшин. До этого служил на пограничном корабле на Дальнем Востоке. Вспоминает, как пришлось прыгать на палубу корабля-нарушителя. Тогда не было специальных групп для досмотра судов. Их обязанности выполняли свободные от вахты. Палуба иностранного судна, территория иностранного государства, что я буду один, потому что нас тогда воспитывали. Приказ командира, приказ Родины. Я прыгнул, и вся осмотровая группа прыгнул за мной. Потом его запретили, потому что опасность, не допрыгнул где-то, чтобы бардан. Потом был приказ по войскам, только спустив катер. Одна из главных задач, которую ставит перед собой руководство города и ветеранское сообщество – воспитание молодежи. Сегодня во многих школах есть казачьи классы или группы. Никита учится в кадетской школе. Он намерен поступать в Академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, где готовят специалистов для ракетно-космической отрасли. Я пришел в эту школу, чтобы познать азы военного обучения. Каждый день начинается с построения, производится почет личного состава каждого класса и докладывают дежурному по школе. Цветы к монументу. На Анапской земле сражались во времена русско-турецких войн. Во время Великой Отечественной войны это был важный опорный пункт немцев. Захватив город, противник пытался перекрыть дорогу в Крым. Не имеем мы права забыть те года. Эта память навек будет свята. Так пусть радует нас, процветает всегда город воинской славы. Анапа! Уже вечером Анапа салютовала победам, героям и всем, кто сегодня несет службу в стране и за ее пределами. Тысяча анапчан и гостей курорта встретили весну на главной площади курорта. В последние воскресенья и февраля в Анапе отметили широкую масленицу. Одна из главных забав. Андроник – профессиональный спортсмен, поэтому сразу оказался в числе сильнейших. В Анапа переехал год назад. Жил в разных странах на масленичных гуляниях впервые. Масленица, она очень вкусная. Мне очень нравится. Вообще русский народ всегда славился своими праздниками, там всегда весело. Праздновал очень много праздников в разных странах, но русские праздники – это совсем другое. На площади буквально на каждом шагу развлечение. Для тех, кто постарше, городское управление спорта оборудовало площадку с тренажерами. Управление по делам молодежи организовало подвижные игры для детей. В народ пошли карабейники. Баранки бесплатно, в комплекте с предсказаниями. Формат уличного гуляния, формат хорошего площадного городского праздника. Мы прощаемся с зимой, поздравляем всех с весной. И поэтому, как это можно отметить, именно таким широким, хорошим гулянием. На масленицу блин всему голова. У студентов Анапского колледжа сферы услуг настоящий блинный разносол. Мне нравится вкус особенно. Можно совмещать, как бы фантазировать. Ажурный блин каждый мог испечь для себя сам. Галия пришла на праздник с дочерью Лили. Мы пробовали, очень даже вкусно. Сцена нравится, блинчики нравятся, все нравится. На сцене отметили участников фестиваля «Блинная фантазия». Можно сказать, что в итоге победил вкус, любимый всеми без исключения. Я считаю, что праздник удался. Погода нам благоволит. Солнце светит, очень много людей, которые пришли и действительно поднимают себе настроение. Радуются жизни. Мне кажется, это очень хорошо, это главное. Жители сельских округов пришли на праздник со своими масленицами. Лучшую команду выбирали зрители. У самого праздника языческие корни. По одной из версий так умасливали, то есть задабривали весну. По другой – медведя, который считался хозяином леса. И именно ему несли первый испеченный блин. В любом случае, праздник остается одним из самых любимых. Все дружно! Раз! Два! Три! Чучело! Счастливая десятка! В Центре культуры Родины состоялась презентация 10-го юбилейного выпуска литературно-художественного альманаха «Парус», посвященного Году российского кино. Почетные гости мероприятия – председатель Краснодарского регионального отделения Союза писателей России Светлана Макарова и заместитель начальника управления культуры администрации Светланы Иоаниде – вручили благодарности членам литературного объединения, которые в разные годы работали в редакционной коллегии, поздравили их и пожелали дальнейших творческих успехов. Мы с вами едины в служении Отечеству, России, русскому слову. И я хочу, чтобы альманах многие долгие годы радовал своих читателей, являлся стимулом и мотивацией для творчества для анамских литераторов. Я думаю, что страницы альманаха будут предоставлены и лауреатам вашего дорогого нашего Всероссийского теоретурного фестиваля конкурса. Там будут публиковаться лучшие произведения. В нашем городе живут замечательные, талантливые поэты, писатели, прозаики. Это люди, которые живут и дышат литературой. Они пишут и наполняют нашу жизнь прекрасной поэзией. Спасибо вам, дорогие наши. Мы желаем вам творческих побед. Особо отметили труд главного редактора издания Ольги Хомич Журавлевой. Она многие годы руководит проектом. Высокие гости также отметили, что альманах является одним из лучших художественных изданий на Кубани. И она позанимает особое место на литературной карте нашего края. Свои стихи, представленные в альманахе, прочли участники литературных объединений «Парус» и «Авангард». Также встречи украсили хореографические и вокальные композиции местных творческих коллективов. В спортивно-оздоровительном комплексе «Валеград» состоялись чемпионаты первенства Южного и Северокавказского федеральных округов и первенства Краснодарского края по одному из самых зрелищных видов спорта – фитнес-аэробики. На турнир «Красоты и пластики» съехались 52 команды со всей Кубани и Волгоградской области. Соревнования прошли по трем дисциплинам – хип-хоп, аэробика и степ. В хип-хопе и аэробике Анапу представляла команда спортивной школы номер один. В фитнес-аэробике в категории 6-7 лет выступили три группы, составленные из 20 новичков. Они впервые участвовали в таких значимых соревнованиях с номером кадриль. И первый блин оказался вовсе никомым. Малыши завоевали первое, второе и третье места на первенстве края. Уже опытная команда «Ритмики», выступавшая в возрастной категории 11-13 лет, стала второй на краевом первенстве. А наша команда «Аризона-Мини» заняла также второе место в дисциплине хип-хоп. Подготовку анапских спортсменок в крае оценивают высоко. «Мини-Аризона» – очень сильная команда. Мы прям на нее ставим очень большие ставки. Это отбор на чемпионат России, также на «Ритмикам». Я думаю, что мы будем тоже в призерах. Ну, надеемся. Тренеры анапской сборной остались довольны своими воспитанниками, но интенсивные тренировки планируют продолжать. Ведь впереди у ребят первенство России, которое пройдет в конце марта в Москве. Зрелищное выступление показали и анапские борцы. У юных дзюдоистов есть все шансы попасть на первенство Южного федерального округа и чемпионат России. Так считают в городском управлении по физической культуре и спорту. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 состоялось открытое первенство города подзюдо среди девочек и мальчиков 2005-2006 годов рождения. На площадке около 200 ребят из первой, четвертой и пятой спортивных школ, а также воспитанники спортивного клуба «Дельфин». Ребята не борются уже по своему возрасту, уже третий год получается они соревновательной деятельности. У них есть определенный опыт, накатанность, особенно вот пятый год, они уже третий год, и это их старты, они работают. Есть в весах очень много таких хороших ребят, где будет в полупеналах будет жаркий встреч. Дмитрию Колбасину 10 лет. Дзюдо занимается 4 года. Выступает на соревнованиях не в первый раз. Юный спортсмен хочет стать сильнее и закалить характер. На соревнованиях главное – спокойствие, быть уверенным в себе. Отцу Дмитрия самому нравится борьба, поэтому записал сына именно на дзюдо. Он отмечает, что занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и дисциплинируют. Это помогает лучше учиться в школе. После первого года я увидел, как он окреп физически именно. А вот сейчас он как раз подошел к такому вот возрасту, когда я вижу, что у него как он морально вырос. Победители городского турнира представят Анапу на краевых соревнованиях с перспективой участия в первенстве Южного федерального округа, а также в чемпионате России. У нас очень высокие результаты во всех весовых категориях и во всех возрастных группах. Шансы есть, да. И не то, что шансы, мы уверены, что будут у нас и первые места именно на первенстве Краснодарского края. По итогам соревнований лидером по количеству медалей стала спортивная школа номер 4. Ее воспитанники завоевали 43 награды. У пятой школы 8 медалей. Спортивный клуб «Дельфин» получил 6 наград, а первая спортивная школа – 3. Достижения анапских спортсменов возможны в том числе благодаря постоянно развивающейся спортивной базе курорта. По словам Сергея Ткаченко, сейчас готовятся документы для строительства зала на улице Ивана Голубца. На месте старой тренировочной базы построят новое двухэтажное здание. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.